Энергоатом перестал быть убыточным благодаря решениям Минэнерго в середине 2020 года, Буславец. Государственная компания Энергоатом перестала генерировать убытки благодаря антикризисным мерам Министерства энергетики летом 2020 года. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление тогдашнего главы Министерства Ольги Буславец. Когда я покидала должность, в части Nike Энергоатом было остановлено прирост долгов перед предприятием в рамках ПСО, началось их погашение, минус 2 миллиарда гривен долгов. Этому способствовало обновление по инициативе Минэнерго регуляторного поля ПСО, порядка проведения аукционов по двусторонним договорам, изменения в закон Украины относительно доли обязательной продажи ЕНРДАК, заявила экс-министр. Она подчеркнула, что по ее инициативе предприятию была предоставлена возможность до 40% электроэнергии продавать на стабильном рынке двусторонних договоров, самостоятельно выбирая оптимальную торговую стратегию. Именно это, по словам Буславец, вывело компанию. Из кризиса и хронической убыточности. Как следствие, с июля и до середины декабря 2020 года предприятие заработало на РДТ более 9 миллиардов гривен. Это позволило оживить денежное обращение компании, создать базис для обеспечения отечественной промышленности доступной атомной электроэнергией. Уменьшить профицит предложения электрической энергии и сократить объемы небалансов на сумму до 1 миллиарда гривен в месяц, подчеркнула Буславец. Как сообщалось трейдер. Новая энергетическая компания НЭК, в отношении которой Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование по факту нанесения убытков государственным энергоатому и укрзалезницы. В 2020 году увеличил чистый доход в 10 раз до 8,3 миллиарда гривен.